народ всем привет сегодня в этом видео покажу вам домик который мы сняли в штатах и надеюсь в котором мы не то что надеюсь у меня выбора нет в котором нам придется прожить первый год жизни в сша потому что контракты заключается на год скажем так это не самый лучший вариант который мне хотелось бы снять но к сожалению так как люди новые в штатах то часто снять дом который тебе очень сильно хочется который возможно был бы лучше возможно был бы новее это на самом деле не так то просто поэтому как бы этот дом в принципе неплохой у меня есть определенные нюансы сейчас я вам покажу что такое американский дом что такое ужаса американского дома вот и из чего вообще в принципе американцы стоят дома и так забегая наперед скажу что в принципе да вот они все смотрятся так прикольно ну красиво я бы так бы сказал то есть они все такие симпатичные там если там на улицу посмотреть когда вот так вот выглядит улица вроде все красивенько все хорошо здесь такой вот разворотик там он бассейн одну классно чё там чё там сказать как бы все классно все хорошо вот но это только скажем так внешняя оболочка скажем так крышка этого всего попасть дом можно либо же там через гараж либо же через входную дверь дом 2006 года постройки 160 тысяч там такой 160 до 1600 по моему это чем-то квадратных square feet вообще до сих пор не разбираюсь в этих американских штуках можно замком пользоваться ну или же соответственно как бы пользоваться таким вот замком а не тот палец и замочек открылся обратно моего закроем ну можно и тем и замком пользоваться далее внешне них очень часто получается что они дома падают таким вот облицовочным камнем вот качество конечно этой укладки короче мексиканцы понятно здесь такой вот небольшой как бы газончик вот дерево все классно все супер и здесь вот гараж на две машины здесь есть дома в которой гараж на одну машину например там вот тут беленький вот здесь получается что на две машины нам в принципе у нас только одна машина пока что вот то что на две машины это просто вы можете из грубо рядом заставить там какими-то своими вещами что вам нужно хорошо что вы делись у нам оставил 5 стеллажей очень классно что некоторые вещи которые там нам по отдавали то мы сейчас их просто сортируем что-то оставим себе что-то возможно продадим что-то возможно отдадим и хорошо что есть много места потому что можно это сортировать вот если кому нужен телевизор 50 очка который перезагружается через полтора минуты после включения вот такая штука есть можно как говорится сделать его я думаю что наверное бесплатно вот такой вот комодик еще тоже есть если кому-то надо в нашей местности но комодик не бесплатно пока что а там говорится будем смотреть вот что касается качества до дома в принципе дома эти в основном сделаны из сейчас покажу из чего то есть ширина стены просто что было понятно да вот сделано это все из дерева usb usb и соответственно гипсокартоном повторюсь дом не новый соответственно кого не есть много косметических моментов то есть это это как бы все не мы это уже как бы все здесь было из гаража у них обычно вход на кухню обычно кухню когда заходите сейчас закрывают жара пока еще здесь не так жарко как там вот кухня здесь она совмещена с гостиной у нас пока еще ничего толком нету ну понятно мы только вот сколько получается во вторник будет как нет подожди когда это короче неделю мы только здесь в этом доме у нас еще толком еще ничего нету есть конечно там кровати на которых можно спать есть столик у которого есть стульчики комплекте еще один есть 4 за которым можно кушать вся необходимая техника на кухне на кухне как правило когда вы заезжаете то она в принципе есть то есть холодильник плита там посудомойка раковина это есть чайники духовочку то мы докупали это наш вот есть различные бренды различные фирмы которые производят бытовую технику который часто пользуются американцы от листка фриджи дэйр и все правильно читаю конечно на самом деле это вирпул либо же электролюкс вот хотя здесь написано что 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 да здесь как бы да ну вот электролюкс home products то есть это не совсем как бы за что себе выдает что многие думаешь это какой-то американский бренд но может и так по плите плита здесь электрическая газа нету хотя в некоторых домах есть газ есть такие вот моменты нюансы оврики но кухня в принципе так стандартно ну то есть вы сюда заезжаете по сути это все должно быть ваше там посудой вилки ложки ножи как бы это все ваше кроме бытовой техники которая которая здесь уже в принципе есть и вы соответственно можете этим всем пользоваться вот по полу то часто бывает у них разный пол здесь это ламинат положенный с этим но положенный свежий грубая перед тем как мы сюда заехали то человек который сдал этот дом то он принципе это ложил и красил первый этаж вот и по сути это теперь вот так вот выглядит у нас были фотографии этого дома до того как он сдавался тут немножко по-другому выглядел то есть здесь немножко его освежили ну пока первый этаж почему я говорю что с некоторой своей истории что американские дома это дома из палок и еще одной субстанции вот потому что это на самом деле так и есть то есть стены очень тонкие соответственно окна они имеют обычный однокамерный стеклопакет зависит от того конечно в каком масштабе находитесь то возможно конструкция будет отличаться но в основном это все каркасное строение которые ну которые такое себе со всеми вытекающими последствиями например у вас двери могут просвечиваться даже там вот видно если будет видно ну короче просветы есть там я уже проклеила внизу уплотнителем что просто хоть как-то здесь например это дверь который гараж тут снизу там была какая-то ленточка раньше но она уже все уже то есть там по сути надо тоже это все дело переделывать вот потому что она уже износилась и соответственно насекомое которых здесь очень много они могут проникать вам дом здесь возле двери то есть такая вот небольшая кладовочка куда вы можете поскладывать продукты ну и соответственно не пользоваться у нас семья небольшая поэтому нам сильно много продуктов не надо вот нам принципе думаю что ее будет вполне хватать здесь на первом этаже что интересно это получается как гостиная то здесь можно куда диванчик поставить это может там телевизор либо там телевизор вот есть вот такой вот санузел не знаю почему он здесь честно говоря но тут есть как-то для меня она как-то так интересно ну такая конструкция не знаю может как-то как-то у всех у них такую именно что в таком планировке либо либо я не знаю короче здесь получается что отопление и охлаждение все реализовано на тепловом насосе вот там он стоит внешний блок а он принципе наверное все в одном блоке все таки ну что-то типа аля такой системы похоже здесь термостат а все регулируете температуру температура понятное дело что в фаренгейтах вот есть задний двор ну я бы сказал что в принципе даже такой все переделывать вот по поводу заднего дворика прикольно что он есть хорошо что здесь получается есть заложено плиткой такая вот такой участок то есть вы сможете поставить здесь какой-то себе там столик стульчики какой-то зонтик например как нам у соседей и соответственно сделать себе такую тут зону как бы отдыха релакс и талия ну и есть трава такая вот как называется правильно это не елка это ну в общем что-то из 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 той серии вот ну и там сбоку тоже можно выйти дома там ну короче можно выйти без проблем вот и такая вот по сути у них тут у всех конструкция доработать напильник это я уже поклеил потому что реально здесь оно все просвечивалось ну сейчас хоть не просвечивается но там все просвечивалось есть здесь в этом доме камин он настоящий то есть есть дымоход вот меня владельца спрашивал можно ли им пользоваться вот он сказал ну если пользоваться верит то надо вызвать службу которая там почистит короче этот вот дымоход по они просто до этого тут жили игрит мы не пользовались не знаю каком состоянии и так далее поэтому говорит ну короче типа надо подготовить и по все это понял что они этим заниматься не хотят если мне это будет нужно это придется делать не а я просто подумаю нужно мне лето вот такая вот как бы штука на первом этаже здесь на первом этаже получается вот центральный вход двери вот этот кодовый замок вот есть такая прихожка нам ее оставили она как раз здесь очень хорошо стала вот и тут такая тоже есть еще небольшая такими не такой гардероб чик здесь так понимаю был как телефон он дата файбер fire и так далее ну и тут получается что у вас есть лестница на второй этаж лестница довольно крутая бы сказал бы но я просто недавно же как бы отстроил свой дом я просто понимаю чем я говорю и поверьте вот то что я сейчас вам рассказываю то есть это не мои придирка это просто вот например даже посмотрите вот как будет потолок со стенкой да но я думаю не надо быть супер мастером чтобы видеть просто насколько качественно это сделано и так по сути эти дома сделаны все мы жили в доме два месяца который 23 года постройки вот и поверьте там да она все свежее красивее но там я не сказал бы что она как-то качестве не как-то лучше там конечно побольше там больше комнат но тем не менее тут получается когда вы заходите на второй этаж у вас вот такая вот это у вас лестница ну назовите как хотите куда но он реально очень крутая ну как по мне потому что мы когда делали мы рассчитывали ширину ступеньки проем и так далее то еще было удобно ходить здесь я так понимаю что такой то если это стандарт то это такой себе стандарт честно говоря то есть по сути у меня получается 42 размер у меня нога полностью помещается как бы так 20 сколько там получается 6 сантиметров как бы ступенькам ты же не становишься так впритык ты всегда как-то так становишься очень владелец к нам сдавал то он предупредил что все 100 лестницы падали в его семье поэтому аккуратно потому что можно у и и туда как бы уйти вот такая вот короче как бы штука история здесь получается такой типа небольшой не знаю как назвать коридорчик про станции так далее вот и тут соответственно как бы то есть комната 1 комната 2 это мастер баодром типа но главная спальня а тут уже как бы у нас тут детская и 3 далее значит давайте начнем еще тоже с одной штуки а так как газа здесь нет то водичка нагреется вот таким вот водонагревателем то есть я не знаю это либо водонагреватель да скорее всего у него есть тен потому что к нему подведена электричество что интересно когда его осматривая не знаю кого он года и так и не нашел ну вот но вольтаж которым работает 240 вольт хотя в разделе них 210 206 вольт я не знаю сколько ему лет вот выглядит в принципе так ничего еще как бы до дома 18 лет может быть эта штука тоже имеет 18 лет может быть но я не уверен сто процентов и просто вот покажу вам из чего сделаны дома то есть вот гипсокартон вот доска вот usb usb или что-то в этом роде то есть из той серии его соответственно гипс 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 гипсокартон и вот из этого всего да из вот этих вот самонареза вот этой всей штуки построен полностью весь дом со всеми вытекающими последствиями стенки тонкие соответственно как бы здесь когда жарко тебе нужно постоянно постоянно тебе этот дом охлаждать когда холодно постоянно его тебе нужно прогревать потому что тепло и холод доме долго не держатся здесь внутри еще понятное дело что это пирог да то есть нам есть внешняя стена какой-то там сайдинг есть внутри вот видите какого на тонкая даже наверное даже тоньше моей ладони как бы вся эта история там есть какая-то вата какой-то утеплитель какая-то там возможно пароизоляция еще чего-то но все равно как бы это сейчас на улице 30 плюс градусов как бы то есть вот это вот она не может нормально адекватно сохранять как бы прохлада в доме потому что во первых за года по-любому эти материалы теряют свои свойства дома напомню уже 18 лет вот ну и по-любому они уже так не держат как бы не холод не соответственно тепло зимой зимой здесь принципе не бывает вроде как говорят об и дорогу делать зимой не бывает здесь говорят какие-то там лёда снега и так далее льда бывает от температуры минусовая минус 5 даже горят минус 10 как-то было вот и соответственно как бы эта история вот а что стоит внизу должна это все прогревать не знаю ли она справляется говорится поживем мы увидим что еще из интересных моментов здесь видите какая конструкция потолков то есть дом имеет как бы крышу да сколько там два скота три скота четыре скота но там она немножко сложная и внутри некоторые делают такую штуку я бы так бы не строил я бы так не делал я делал бы все-таки ровный потолок для того чтобы вещи пространство непосредственно как бы от потолка комнаты до крыши потому что сейчас я покажу что там у нас под потолком в каждой комнате это по сути получается то такая вот кладовочка вот здесь можно как бы вещи там ложишь кладешь но у нас пока вот такие вот вещи и по особо на складывать негде вот почему я делал бы так здесь например сделали правильно да сейчас я попробую одно снять и вот так вот лестница вот это вот выглядит вот на самом деле ну почему я говорю 2006 года выпуска дом вот пожалуйста эти пружины конечно мощные и можно подъехать короче вот так вот выглядит пространство под потолком по сути вы видите да там изолятора скорее всего толкового даже нету а если он есть под этим usb к usb то его слой очень маленький здесь очень жарко вверху и тут я не знаю какая температура но у градусов наверное 40 50 это наверное самое меньшее что здесь вот я просто руку ставлю то здесь вот получается под потолком здесь градуса 40 50 есть там какая-то вентиляция вот эта история нас вентиляционная установка вот которая но это внутренний блок получается всей этой истории которая вот по этим трубам гоняет как бы прохладный воздух потом который охлаждает но в перспективе потом там теплый непосредственно уже по комната по поводу вот это вот насыпанного не знаю это насколько она нормально отрабатывает но то что в комнатах жарко бывает это это факт ладно сейчас закрою а то сейчас опять одной рукой снесет короче это ни разу не энергоэффективные дома и учитывая просто качество их постройки качество из чего они делать как они это делают я не понимаю почему они столько денег стоят в коридорчике есть еще тоже такой вот такая кладовочка есть еще один санузел вот этот типа как детский не да у него тут своя комната видно наши раньше тоже ребенок жил и вот так вот это все дело выглядит по всему видно что это все старая ну как старая 18 лет всей этой истории вот по всему по всем моментам по царапинам там по сколам то есть много моментов по стенкам вот и с одной стороны знаю может это и неплохо потому что когда дом сдавать возможно не так сильно будут цепляться каким-то там повреждения потому что по сути их уже по факту нашего селения их тут очень много я там перед как мы заехали пофиксировал наш нами из такие вот штуки здесь проломана дверь там по стенкам моменты как бы есть да то есть такого такого характера там такого такого но это принципе меня все на детальном видео есть вот там 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 то есть это все присутствует там там и так далее вот может быть просто будет такая штука да вот это все тоже в принципе все это было здесь получается что здесь это типа алиопрачечная это стиральная машина сушильная машина тоже видно что это все не далеко как бы не самые последние модели whirlpool но она еще все работает пока работает поэтому риса то что он есть и хорошо потому что в некоторых дома которые мы строили даже этих небо не было стиральной машины и сушильной машины да у них типа не принято слушать белье там на каких-то там сушках этом и так далее вот ну и да тоже там проломано отбойником есть понятно как бы такие истории на втором этаже тоже есть термостат можно светом крутить регулировать и так далее это опять таки тоже все фаренгейтах здесь получается это у нас наша основная спальная как бы взрослая у нас тоже пока еще ничего нету здесь будет столик там кресло так это все порядочек наведется есть такая вот у нас это king сайз не king queen сайз кровать соответственно от 1 это по-нашему метр шестьдесят муки queen это метр пятьдесят два но нам хватает как бы потому что они любят американцы там какие-то queen сайз ой king сайз там еще больше как это там еще там king сайз какой-то еще там еще больше то есть очень большие кровати как бы нам принципе этого вполне себе достаточно кровати нам отдали матрас 1 модели вот кровать очень какая-то очень скажем так модная мощная деревянная матрас эти тоже отдали нам хорошем состоянии скажем без пятен без ничего тоже как и не дешевая дали нам абсолютно бесплатно но этот комодик тоже тумбочку тоже нам отдали у нас бы мастер bedroom то есть получается два таких вот больших окна с одной стороны это хорошо на другой стороны я не знаю что здесь более энергоэффективнее вот эти вот окна либо же все-таки стенки через что лучше уходит холод и соответствующий что вы духе тепло из больших плюсов которые есть в этом доме то что здесь есть шторы темные шторы потому что в польше я честно скажу я очень намучился когда мы жили в квартире там не было штор на окнах были это даже не жалюзи типа такие роллокассеты белые светлые то есть катоков сходит солнце как только сносит тепло все ты как бы все спать не можно я не мог крайне мере спать потому здесь потому здесь как бы то что и шторы я я очень самом деле этому рад так у нас в комнате а сама это есть получается что тоже получается гардеробчик такой здесь можно как бы по раскладывать вещи и есть вот есть тоже получается у нас свой санузел тоже у нас еще много чего нету но здесь есть получается такая вот ванна вот такой вот получается душевая кабина вот более-менее адекватным душем но это все говорится видно что это все скажем так не первые свежести это все царапинки вот поэтому такая вот история из минус вот этот вентиляционной системы что по сути она довольно шумная майна начисто им температуру где-то 79 80 градусов фаренгейта чтоб она не колбасила потом все равно на пару раз за ночь включается и я честно скажу каждый раз просыпаюсь когда она вот этот начинают аду поэтому как бы такая вот история ну место в принципе довольно таки много по крайней мере в нашей основной спальне вот и еще как заключение пойдет скажу детскую детская то у нас вот там еще одна комната свободно можно еще кого-то взять мы не планируем но если очень сильно надо то можем рассмотреть варианты детская комната у нас тоже максимально спартанская просто аскетично потому что кроме кровати это у нас и столика нету кровать это тоже нам отдали с матрасом с как называется спринбокс вот за очень огромное спасибо людям которые нам это все бесплатно дали потому что реально бы то есть на этом мы сэкономили очень много денег не знаю наверно может тысячу долларов с того что они нам отдали мы просто сэкономили они еще нам посуду нам давали как бы точно огромное спасибо вот здесь по сути в этой комнате ну ребенку думаю будет более чем достаточно такой кровати вот купили этот стол мы купили на амазоне еще приезд сегодня пару кресел таких тоже под стол и еще такой же стола заказал себе но и может перспективе опять-таки при необходимости муж какие-то еще полщик купили что типа такого это было раньше тоже детская комната здесь жил ребенок вот и тут было есть очень много гвоздей там дырок здесь я так понимаю раньше что-то висело было прибито вот ну есть моменты понятно там по стенам по еще чего-то это все присутствует вот видно даже тогда где вот замазывали да то есть это все принципе видно и все просматривается вот ну и тут тоже по конфигурация потолка она по сути такая же поближе туда по лампам то вот у них лампы вот такие вот с этими с вентиляторами у в комнате нашей спальне детской спальне то есть такая лампа стоит в этой спальне по моему что нет да тут обычно ну в принципе она нам и не надо хотя мы этим вентилятором честно скажу не пользуется учитывая то как это вот выйти как эта вентиляция дует то и думаю что этого в принципе на самом деле и не нужно короче вот такой вот домик мы сняли сняли мы его ну скажем так не в самых лучших условий не самых худших то есть нам дали предложение изначально которое было которое было скажем очень скажем так для нас привлекательным было очень хорошим но потом 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 люди передумали и поменяли предложение ухудшили нам условия но вот и эти условия могут быть потому что не факт что если мы ездили дальше смотрели дома не факт что мы бы смогли бы найти лучше что-то адекватнее потому что новоприезжим в штатах снять жилье без кредитного рейтинга без работы без зарплаты это довольно таки сложно и там одна история когда еще у вас там есть какие-то сбережения у вас там есть счет вы можете какие-то деньги хотя бы показать то есть там но тоже так они американцы смотрят на эту всю историю они хотят понимать просто что у вас есть стабильный доход как они это считают что стоимость ваш доход должен превышать в три раза стоимость аренды жилья то есть он словно говоря мы этот дом снимаем вместе за 2300 долларов то есть они хотят чтобы если допустим и такой бы дом снимали в другом месте то и смотрели бы по такому условию то выходило бы что мы должны были иметь доход в месяц это получается 6900 долларов должны были иметь доход месяц чтобы американцы нас одобрили или рассматривали там сдачи дому их дому нам то есть тут в америке такая система по сути что не ты выбираешь сильно дом ну как ты выбираешь до варианты но и владельцы этих домов там либо агенции из которой это все сдают от имени владельцев они перебирают теме кто подал заявки на просмотр этого дома с этими нюансами просмотрами получается к историю что в многих домах то тоже за то что тебя выберут как кандидатуру которую будут рассматривать то с тебя еще тоже могут взять деньги в некоторых местах это по 50 долларов человека в некоторых нам по 75 по 80 я даже слышал по стос человека но это если даже упасть эти деньги это не гарантия того что домом вздадут сдадут то есть это просто за то что на вас посмотрят вас рассмотрят и возможно сдадут а может и не сдадут то здесь получается в этом доме то условия какие у нас были сразу сна взяли за три месяца аренду наперед и два месяца то есть 4000 же за долларов мы взяли как секьюрити депозит то есть это если какие-то повреждения ничего чего-то так что на съем дома у нас на старте получилось 11 тысяч долларов мы это просто так чикат и стали и отдали владельцу это было очень больно честно скажу это было очень печально вот это очень большая сумма для нас и но это на не последние наши деньги как бы но это очень существенная часть денег которые у нас были вот поэтому это было больно честно скажу вот но как говорится как есть чего-то нужно начинаете соответственно нужно ли какие-либо заплаты затраты по коммуналке так как здесь газа нету получается что мы платим только за электричество и соответственно как бы за воду и интернет то есть это все теперь утону оформляешь на себя и соответственно платье за электричество по моим расчетом у нас будет выходить ну из того что Möglichkeiten где то среднем около там 3 килловатт в день мы используем электричество уйми 3 киловатт 3 долларов мы платим за электричество. Электричество стоит здесь в штате Джорджия 14 центов. 14 центов за киловатт или 14 с копейками. То есть я так прикидываю, что скорее всего мы где-то будем платить около 100-120 долларов в месяц за электричество. Может меньше, не знаю. Зависит просто от того, насколько будет жарко, ну и потом соответственно зимой, насколько будет холодно. Вот потому что если будет холодно, то тепловый насос будет работать больше, чаще и соответственно как бы то такое как бы себе будет выходить. За воду вода здесь стоит, ну я счет еще не оплачивал, я наперед там заплатил какую-то сумму, но я так понял, что по крайней мере в том доме, в котором мы в предыдущем жили, то около 30 долларов за тысячу галлонов. То есть это за 3,8 кубометра 30 долларов. Это очень дорого, это космически дорого, как по мне. То есть если мы словно говоря там расходовали в Украине около 6 кубов, наша семья, то здесь я думаю, что 2 галлона мы должны были бы вписаться, то есть 50-60 долларов, то мы будем платить скорее всего за воду. Ну и интернет нам получается, какая история, то есть здесь в этом subdivision это только один провайдер интернета, вариантов особо тут нету. Подключение конечно у них очень через одно место, вот, но тем не менее, подключили то и хорошо, уже как бы это хорошо. Стоит получается какая штука, что в месяц оплата 40 долларов за интернет, это 300 мегабит туда, 300 мегабит обратно. Можно брать за 50 долларов, или там даже чуть больше, по-моему, 1 гигабит. Но 300 мегабит, мне кажется, это вот так вот, выше крыши с головой и как бы мне, честно говоря, больше не надо. Скорость нормальная, стабильная. И еще ты платишь еще 11 долларов за аренду их него роутера или модема, как они это тут называют. Можно купить теоретически свой, поставить свой и, наверное, не платить как бы, но не знаю, посмотрим. Я еще не мониторил, не смотрел, сколько стоят здесь роутеры. Если он стоит в районе 50-60 долларов, в этом смысл есть. То есть ты, в принципе, за год сэкономишь, ну, 40-50 долларов. Ну, может, 60 долларов. Ну, надо, короче, подумать, есть ли в этом смысл. Вот такая вот, в общем, история. Такой вот домик, если у вас есть ваши аналогичные истории, то расскажите, как у вас, что вы снимали, какие дома, апартаменты, сколько бедромов, сколько вам это стоило, вашей истории съема домов в штатах, то рассказывайте, будет интересно почитать в комментариях. Или, если, допустим, вы хотите, у вас есть возможность, вы хотели бы рассказать какую-то свою историю, в принципе, про штаты, то мы могли бы даже договориться, может, как-то созвониться, там, может, даже там по видеосвязи, либо там голосовом формате и расскажите свою историю, я ее опубликую на своем канале. Ну, если это кому-то будет интересно, конечно. Так что ваши комментарии пишите музыку под видео, подписывайтесь, ставьте лайки и до следующих видео.